Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Мы будем читать сегодня 41-й псалом, который имеет надписание в синодальном переводе начальнику хора «Учение сынов Кореевых». В псалме изображается скорбное чувство человека, вынужденного жить вдали от храма. Об этом говорится в 3-м стихе. И передается вот та тоска, в которой он, оказывается, пребывает вдали от Дома Божия. В греческой септуагинте псалом имеет надписание «в конец», то есть здесь какие-то пророчества есть, «в научение», то есть здесь содержится «назидание». В септуагинте «в назидание и научение», два слова. Потом надписание «сынам Кореевам». Сыны Кореевы — это современные Давиду, о них можно прочитать. Первый параллельпоминон, 26, 1, 19. И псалом Давида, Лезмор, Ле Давид по-еврейски. Итак, 41-й псалом и начало этого псалма слова, «Как лань охотно стремится к источникам вод, так душа моя стремится к тебе, Боже». А как лань стремится к источникам вод? «Лань, когда ищет воду, она поднимает свою голову и издает протяжный крик и слушает своими ушками, как ее крик отразится от воды. И, услышав, бежит в том направлении, откуда от воды отразился ее крик». Таким образом, автор этого псалма, Давид, как бы говорит, «Когда ты начинаешь искать смысл жизни, обратись к Богу, получи ответ от его вод, вод — это символ Слова Божия, и стремительно двигайся в этом направлении, как лань охотно стремится к источникам вод, так душа моя стремится к тебе, Боже». «Возжаждала душа моя явиться к Богу крепкому, живому, говоря, когда приду и явлюсь лицу Божию». То есть душа автора псалма испытывает тоску по дому Божьему, потому что сначала предстать пред лицом Божиим, то есть прийти в храм. Во дни Давида это храм, который был длительное время в Селоме, потом Ковчег Завета был перенесен в Иерусалим. «Слезы мои были мне хлебом день и ночь». То есть человек умывался собственными слезами, и это было для него как хлеб день и ночь. Но извините, а хлеб — это то, чем мы подкрепляем себя. Сказано, что хлеб подкрепляет сердце человека. Имеется в виду, я как бы питался и поддерживал ими, то есть своими слезами, покаянными, свою жизнь. Потому что переживая покаяние, он переживал и Божье прощение. Поэтому здесь все логично. «Слезы мои были мне хлебом день и ночь, когда говорили мне ежедневно, где Бог твой?» То есть ему говорили, если Бог с тобой, а почему ты так плохо живешь? Почему у тебя такие проблемы? Где Бог твой? И он покаянно умывался слезами, и в этих слезах получал как бы некое утешение. «Это я вспоминал и изливал душу мою в себя». Как можно излить душу в себя, имеется в виду? То есть находил успокоение лишь в собственном одиночном чувстве скорби, покаянном чувстве скорби и слезах, оставался одинок в своей скорби, не смея ни с кем поделиться. Вот эта тема, она присутствует в книге Иова 30, 16. 30 глава, 16 стих. «Это я вспоминал и изливал душу мою в себя, то есть уединялся в молитве. Как пройду я к месту дивного селения до Дома Божия при гласе радости и исповедании Бога при праздничном восклицании». То есть все его мысли о том, как он придет во дворы Господня, то есть в шатер, скинь из обета и будет наслаждаться общественной молитвой. «Это я вспоминал и изливал душу мою в себя, как пройду я к месту дивного селения. Почему, 6 стих, прискорбна ты, душа моя, и почему смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я исповедуюсь Ему, говоря, ты спасение лица моего и Бог мой». Что значит спасение лица моего? В синодальном переводе просто спаситель мой, а спасение лица моего. Давайте вспомним, что есть такое выражение «человек потерял лицо». А вот в Боге человек может как бы возобновиться всецело, то есть как бы его лицо в нормальном состоянии возвращается к нему. А человек, потерявший лица, это человек, потерявший свое достоинство. Но в Боге даже после греховных падений мы можем быть восстановлены в прежнем достоинстве. Как сказано, что праведник перед своим Богом стоит и падает, и будет воздвигнут. Поэтому так надо понимать вот эти слова, это и спасение лица моего. И Бог мой, то есть Бог мой, то есть мой судья, то есть ты один можешь судить меня. «Во мне самом душа моя смущена, посему я буду вспоминать о тебе с земли Иорданской и Ирманимской от горы Малой». Почему здесь географическое обозначение? Потому что он вспоминает о храме, о скине Иезавета, который он стремится, как человек стремится к Господу. «Бездна бездну призывает голосом водопадов». Это очень такой красивый, значит, текст. «Голосом водопадов», по-славянски «хлябей водных», как бы каналов, соединяющих одно вместилище с другим. «Бездна бездну», это бездна божественного милосердия, призывает бездну божественного правосудия голосом водопадов, то есть откровения, не спадающие сверху по отношению к человечеству. Это свидетельство о милостях Бога. «Все валы твои, волны твои прошли надо мною», то есть под бездной, валами, волнами. Псалмопевец разумеет многочисленные и многообразные различные несчастья, постигшие его. Такой комментарий предлагает «Ефимий Зигабен». «Ефимий Зигабен». И далее мы читаем следующее. «Днем явит Господь милость свою, а ночью песнь ему от меня, молитва Богу жизни моей». То есть днем явит Господь, а слово «Господь» означает милость, милостивое, милосердие свое, а ночью песнь ему. То есть днем я буду составлять псалом, а ночью этот благодарственный псалом буду петь перед Богом. «Молитва Богу жизни моей». Что значит «жизни моей»? «Судье моей жизни». Потому что только Он один может судить жизнь каждого из нас, потому что Он ее видит абсолютно прозрачной в очах Бога. И в окончании этого псалма сказано «Скажу Богу, ты заступник мой, почему ты меня позабыл? Почему я сетуя хожу, когда оскорбляет враг? Когда сокрушились кости мои, поносили меня враги мои, говоря мне ежедневно, где Бог твой?» С одной стороны, вот такие как бы радостные мотивы звучали в том, что мы читали ранее, а здесь опять Он говорит о тех проблемах, с которыми Он сталкивается, но при этом Он не теряет упования на Бога. И в окончании псалма говорится «Почему прискорбна ты, душа моя, и почему смущаешь меня? Уповай на Бога». То есть, да, после радости бывают трудности и переживания, но не надо скорбеть, если есть упование на Бога. «Уповай на Бога, ибо исповедуясь Ему, говоря, ты спасение лица моего, и Бог мой». То есть, ты восстановишь достоинство моё, и только ты можешь вершить свои суды надо мной. Субтитры создавал DimaTorzok